Итак, второй выпуск B2P Ovarian, сезон стаутов. Я, так сказать, не нашел Овсянки на второй выпуск подряд, поэтому сегодня снимаем имперцев. Сегодня у меня друг Вася, соответственно, в гостях. Вы, думаю, его знаете по обзору на Волковскую. Вот, соответственно, мы будем сегодня пробовать имперцев. И будем пробовать что-то хорошее, а не волковскую. Да, да, сегодня поинтереснее явно. Соответственно, в чем суть проекта? Мы пытаемся найти лучшие стауты в своих подстилях. Соответственно, в стилях, а не подстилях. Соответственно, это имперцы, овсянка, молочные. Если найду еще ирландские. Я думаю, не найду, я, наверное, столько крафта в России. Ирландских стаутов. Так вот, сегодня мы пробуем имперцев. У нас вот такой вот диапазон. Ты что-нибудь из этого пробовал? Вообще ничего. Ну, вот и отлично. Так, мы, соответственно, будем оценивать по цене, по поданию в стиль, по данию в описании, по данию в душу. То есть в душу это когда что-то либо мне, либо Вася залетит прям ого-го, и мы такие, док-бал. Вот, примерно. Суть такова. По ходу, так сказать, наших проб, пока мы будем пробовать, мы поймем, что нравится, что не нравится. Еще у нас за кадром другие наши друзья, которые будут выкликивать периодически свои вердикты по определенным сортам, я думаю. Так, я предлагаю начать с вот этого красавчика, Агустин, эта пиловарная находится в Туле, у них, короче, маленький рейстик, вот, и при этом еще есть свои пиловарные, и у них пиловарные знамениты, чем их рейстик, хотя начиналось все с рейстика. Давай, конечно, ты должен оценить дизайн этот балл. Я тебе сейчас, да, ты пока оценивай дизайн, можешь там показать побольше, я тебе скажу пока сколько оно стоит. То есть я его уже заранее поставил 5 баллов, потому что оно стоит очень-очень-очень хорошо. Приятно, приятно тебе дизайн. Так, где стоишь? Хорошая цена. 269 рублей за 0,5. Для имперца это очень хорошая цена. По стоимости, как мы распределяем баллы. Оценка за 0,3, потому что все это почти по имперцам 0,3. 250 рублей, и, соответственно, если до 250 рублей стоит 5 баллов, до 450 рублей 4 балла, и если больше там 450, то это 3 балла. Тут, соответственно, у нас цена копеечная, то есть это 100% 5 баллов. Теперь давай по попаданию в IBU. Я думаю, ты давай, знаешь, разливай, а я пока расскажу. Давай разливай, давай про с ним сначала поговорим. Я примерно продиктую. Как вы, в принципе, имперские ставты, у них довольно сложный аромат, то есть это неоднозначно, то есть имперцы друг от друга сильно отличаются, но какие-то общие черты у них есть. Давайте послушаем общее описание. Глубокий, богатый, сложный, достаточно интенсивный вкус. Горечь от средней до сильной. Солодовый вкус от умеренного до сильного. Напоминает сладко-горький шоколад, какао или крепкий кофе. Фруктовые нотки должны принимать характер тёмных фруктов. Изюм, слива, солодовая основа должна быть сбалансирована. Ни хрена, если ты бьёшь. Я думаю, на третьей банке уже полетим. Это для начала, чтобы сразу нормально пробовали, понимаешь? Так, давай дальше. Соответственно, тут в идеале имперец должен иметь баланс, но некоторые, естественно, наоборот, уходят от баланса. Идут там, допустим, в более горькую историю. Финиш у него должен быть либо сухой, либо умеренно сладкий. Тело должно быть плотным, бархатистым. Должна присутствовать такая вот теплота алкоголя. И, соответственно, алкашка сама не должна бить в нос. То есть, именно алкашка должна быть в чекло. Это очень важно, это очень важно. А мы гимьют имперцы. Вот, и при этом ещё не должно быть сиропом. Сироп, значит, имперцы часто будет сладкий, прям супер сладкий. Вот. Так, давай попробуем. И пока он дегустирует, я заполню всё остальное. Я уже в этот раз не... Я с банки, блядь, пойду. Пахнет шоколадом. И кофе. Слушайте, ну что можно сразу сказать, что вот спиртом прям не отдаёт особо. Да, спирташки нет. Вообще нет. А он, кстати... Вот, перейдём к спирту. У него крепость 8,2. Что для имперца довольно мало, но, в принципе, это у нас попадает в характеристику, поэтому мы ему один балл за крепость поставим. То есть, он не выбивается. Чуть-чуть, на отдалённость в запахе есть какая-то спиртовая нотка, но это прям если долго пронюхиваться. А во вкусе хороший такой кофе, плотненький. Да, он причём непритерный. Он довольно... Он суховатый. Да, в меру. В меру. Кровозность. При этом, как бы, горький шоколад больше, чем кофе чувствуется. Горчинка хорошая, вот прям присутствует. Она не перее... То есть, ну, тут что у нас по IBU-шке? 45. Ну, в целом, как бы, нормально. Но тут нет сильной жонки. Тут достаточная она, да. Чуть-чуть, да? То есть, она прям достаточная. То есть, видишь, я налил. Вот, ну и спокойно это выйдет вообще, я думаю. Ну, да, там у нас сразу перейдём, там уже будем страдать. Так, IBU у нас получается 45. По IBU у нас, кстати, не попадает, у нас ниже. Но так как, получается, ниже у нас получается IBU-шка там всего на 5. То есть, там от 50 до 90 идёт IBU, поэтому, я думаю, 0,5 балла можно поставить. Полностью балл срезать не будем за это. И плотность. Плотность у нас 23. Попадание отличное. Так. Я понял, что тебе нужна ручка ферзёвая. Да, ручка ферзёвая. Я просто всё время сидел с ноутом, и многих это подбешивало. Блин, почему? По-моему, так круто. Блядь. Вообще классный формат. Какого-то конкретного человека. Да, там бывал знаменитый блогер. И что? Кого подбешивает ноут? Давай пробуем ещё разочек. И посмотрим, насколько попадание в стиле есть. Единственное, знаешь, чего? Для... Не хватает плотности, как по мне. Она очень водянистая. Где это смола? Где это? Ну, ты знаешь, я не знаю. Вот если бы мне дали попробовать, я бы сказал сразу, что это империя. Ну, точно. Поэтому... А вот, кстати, я бы не сказал, что это прям сильно... Ну, вот я бы нет. Потому что, когда я овсянку пробовал, там же, по сути, овсянки, там он такой прям отдалённый-отдалённый вкус. Это не как, как раз, ты меня угощал, когда мы пробовали овсяной рис. Вот он был охренеть какой овсяной, там овсянка прям чувствовалась. А, в принципе, в классических овсяных сталках там нет такой истории. То есть, он где-то на отдалении овсянка чувствуется. И по плотности они примерно такие же. То есть, вот то, что я пробовал, по крайней мере, у плана B было. То есть, плотность была примерно такая. То есть, ты её чувствуешь примерно так же, как и вот этот. Вот именно, что для имперца тут не хватает плотности. Плотности может быть. Наверное, я бы просто определил имперцы из-за всё-таки вот какого-то градуса. И всё, оно у всех имперцев есть. Ну, градус у них обычно высокий. Такой... И у них он тут минимальный, кстати. То есть, 8,2, как раз правило, в минимуме. Короче, оператор. Давай попробуйте. Ну, очень приятно пьётся. Да, спокойно. Пьётся приятно. Нет сегодня жёнки. Ну... Но он мягенький. Я бы сказал, что... Не знал, что это столб. То есть, я, ну, как бы вслепую, я бы не понял, что это перец. То есть, тут, как бы, сложности вкуса не хватает. Впрочем, написано, что это есть империал стаут. Импортер. Вот. Как бы. Как по мне, не хватает тут сложности вкуса. Понятное дело, что он стоит недорого. Но, как бы, мы-то его сравним с имперцами с другими. И, как бы, он дополнительно балл за это и поучил, что он стоит недорого. Вот. Но тут я не могу сказать, что есть полное падание. Сложности вкуса не хватает. Он водянистой плотности не хватает. Но при этом он очень приятно пьется. Очень клево пьется, да. Да. Вот это прям плюс. Я думаю, за попадание в стиль можно поставить 0.5, потому что что-то сходится, что-то не сходится. Полного падания нету. Я бы 0.5, наверное, поставил. А, у нас, подожди, попадание в стиль у нас от 1... А, от 0 до 3 я балл сейчас выставляю. Ну, тут я поставил бы, наверное, 1. Ну, 1.5. Ну, мне кажется, мало. Блин, трешка максимально. Ну, ладно, да, 1.5. Ладно. То есть тут прям хорошо, тут не хватает, по сути, плотности и сокность. А, стоп, стоп. У нас одним из довольно таких важных условий для имперцев являются сухофрукты. Во вкусе. Есть. Тут есть они сухофрукты? А что именно? Курага. Чуть-чуть кураги. Что-то есть, да. Курага есть. Что-то есть. Я не уверен, что это курага, но что-то есть. Может, как... А, стоп. Мы сейчас будем как раз описание читать. Это плотный, темный... Сейчас, смотри, короче, вот эту мы оценку пока с тобой пропускаем. Попадание в стиль. И попадание в описание сейчас посмотрим. Так. Это плотный, темный эль, который настолько богат вкусами и ароматами, что достоин имперского стола. Жженый ячмень... Так. Жженый ячмень находится в гармонии с кофейными шоколадными солодами, а сладкая карамель поджаренных солодов дополняет густой вкус британского светлого солода. Пэл эль. Так. Уравновешенная горечь благородного концентрированного хмеля, имперская мощь, закатанная в банку, бла-бла-бла. У них-то, кстати, про сухофруктные ничего не сказано. Но с точки зрения того, что они указывают, что... Ну, богат ароматами не совсем согласен. Жженый ячмень находится в гармонии с кофейными идеальные попадания. То есть тут нету пережженки. Это прям очень хорошо. Сладкая карамель поджаренных. Тут сладость есть, причем умеренная хорошая. То есть, ну, как бы не бесящая. Да, ну, это реально, кстати, подбешевая. Надо помочь им приторно. Да, когда приторно, да. Так, тут тоже, естественно, в описании производителя это тоже у нас получается от нуля до трех. Я вот в описании поставлю два, потому что единственное, что тут не хватает, это как бы, ну, описание. Что-то есть какое-то непопадание. Аромат, богат вкусными ароматами. Ну, я не знаю, для меня ароматами не хватает, типа, имеют что-то каких-нибудь там более сложного сочетания. Но при этом почти все они там попадают в свое описание. Я двушку поставил за описание и полтора вот за попадание в силу. Давай так поставим, что-то. Справедливо. Окей. И я думаю, что по попаданию в душу мы когда все попробуем, тогда и выберем. Пожалуй, да. Потому что это можно сделать только один раз. А сколько у тебя на попадание в душу максимальный балл? Один. Это такой, знаешь, типа, допчик. Но он дается только одному выпуске, не больше. Я понял, да. Тогда, конечно, мы будем... Ну, ладно, мы можем знаешь, как с тобой сделать? Попадание в душу у нас разные. Чёрные, светлые. Вот, поэтому мы в этом выпуске поставим по одному баллу. Да, это интересно. Мы с тобой возьмём ещё раз тут. Ты бы взял? Я бы взял. Да, взял бы хороший. Цена. Несмотря на то, что там вот цены вообще отличаются просто замечательно. Причём Августин удивляет. То есть я их брал на бюджетный крафт, они были довольно хороши. И в этот раз тоже. То есть прям советую присмотреться. Не знаю, что там в регионах будут с продажами. То есть он взял бы ещё раз. Это попадание в душу или нет? Это не попадание в душу пока что. Но пока что. Может быть, это будет полное говно, и мы скажем, вот это попадание в душу. Попадание в душу будет в конце. То есть когда мы среди всего, так сказать, попробуем, поймём, что нам больше всё нравится, и, соответственно, то и полисеть. Magic Mass. Это паночка интересная, да. Это Natural Usbik. Natural Usbik. Natural Usbik. B.I.G. B.I.G., да. Очень красиво. Причём я в последнем выпуске пробовал их. Блин, это охрененно. Они сделали, да, я пробовал. Выпуск, короче, про новости будет тут. Там я пробовал у них какой-то саур с черникой, грушей, чем-то ещё. Бля, это охрененно, конечно, было. Вот, и я такой, типа, из тут эндохреничка это. Так вот, переходим к стоимости. Я уже поставил заранее оценку им. Думаю, они всё. Вот, я им заранее поставил оценку 4, потому что они стоят Magic Mass 357 рублей за 0.33. Это уже прям недёшево, так скажем. Поэтому они у нас попадают в категорию до 450 рублей за 0.3. И, соответственно, получают 4 балла. Сейчас будем пробовать и оцениваем попадание в стиль. Ммм, пахнет уже... О, вообще бомба, пахнет. Вообще бомба, да. Пахнет прям карамелью. Вот прям бомба вообще. Мне, знаешь, что не нравится? Мне не нравится, что они льют в банку имперца. Для меня имперец вот. Вот так должен выглядеть. Я не знаю, то есть... Как-то... Это выглядит, вот это должно быть, знаешь, типа, вот ты просто чисто у падика хлопнул и всё. Он так вкусно пахнет, что, короче, хочется его только нюхать, пока что. На, поехали. Очень вкусно. Пахнет охрененно. Пахнет карамелью, прям. Да, прям карамелью. Жёстко карамелью. Прямо как Анатолиус. Да. Пахнет Анатолиус. Пахнет Анатолиус. Пухленькая карамелька такая. На Анатолиус, кстати, насколько я помню, он любил спагетти с сыром. Не сомневаюсь. Он, типа, просто их нон-стопом жрал. Спагетти с сыром. Ох, это интересно. Пизда, да? Да, круто. Это очень... Бля, ну это неплотно. Да, может, а ладно, что неплотно я готов ему всё простить. Бля, охуенно. Он такой кайфовый. Попробует, прям охуенно. Супер кайф. Он такой... Ты что, видите, какие эмоции? Супер кайфовый вообще. Ты глотаешь, короче, он такой... Да, да. Пролетает, и в конце такой... Тинь-ть. Антон, можешь закрыть там? Это не попадание в стиль, но прикольно. Не попадай, Антон, закрой там, а то лезут какие-то мясо. Так, ещё разочек. Ну, скажем так, да, это не попадание в стиль. Я, скажем так, я попадание в стиль поставлю один. Ну, это, блядь, это обоснованно. Да, согласен. То есть тут желночки вообще нет практически, она так немножко, но карамелька божественная. То есть, если вы хотите легкая... Блядь, это очень интересная. Я, давай так, я скажу тебе вот так. Это очень интересно. Я, похоже, карамели в каком-то крафте не пробовал ни разу. Всё, что я брал карамельный и так далее, это было или слишком сладко, или слишком приторно, или там вообще не было близко такого запах карамели. Здесь это просто пушка. Блядь, карамель охрененная. Да, согласен. Карамель прям. Пусть это не попадание в стиль, но это очень вкусно. Ну, за попадание в стиль можно один поставить, потому что там есть всё-таки немножко кофе, чуть-чуть как помеды, даже не шоколад. Охренительная карамель. Карамель является одним из усложнений. Ну, скажем так, ещё вот. Я бы даже на самом деле поставил полтора по одной простой причине. Что тут сложности вкуса, по сути, и не было. В гусине он был довольно простой. Тут очень сложный вкус, на самом деле. Вот так, если подумать, он очень легко пролетает. Охренительная карамель, и он очень многогранен. Просто. И даже по запаху элементарно, как он отличается, это вообще жесть. И не притерный, а сладенький. Да, полторашку можно ставить. Это очень прикольно. Это прям прикольно. Так, давай посмотрим по показателям, куда он у нас залетает. Так. 9,5 алкоголя. Это, естественно, нёрочка сюда. Так, дальше у нас... Так, где у нас плотности всё? 25 плотности. 25 плотности это у нас попадание. Причём хорошее. Так, и IBU. Если засранцы не указали IBU, то будет 0,5. Потому что в прошлый раз так и было. Что-то не вижу. Я тоже не вижу. Да, что-то походу не указали. Ай, зачем так делать? Они в любом попали. Хотя нет, кстати. Горчинки-то много нет. Ну, прям нет много. Но она здесь и не нужна, чтобы карамель не перевивать с горчинкой. Да, 0,5. Ну, я думаю, она, скорее всего, и меньше есть. Так, попадали в описании. Что у нас с описанием вкуса? Они это оценим вот так. Здесь превалирует вкус благородных жареных саладов с присущей им горечью и лёгким шоколадно-карамельным флёром. А где карамель? Где карамель? Блин, вот опять же, да? Они карамельный флёр написали, хотя карамель – это основной вкус. То есть, ну, прям карамель, она, в принципе, основная, блядь, причём она такая кайфовая, нежная. Ну, получается, вот я бы, знаешь, я бы здесь по чесноку характеризовал бы, да, прям один вообще, потому что, ну, описание прям… Описание взято в соцсетях, если что, потому что у них сайта, по-моему, нет вообще. Прямо сильно далековато. Сильно далековато. Да, однёрочка. Попадание в душ чуть попозже. Но пока это прям такой хороший претендент попадания в душ. Проходу, да. Вот он. Пожалуйста. Палочку и память стакана. Где? Итак, ты бы взял это ещё раз? Я думаю, взял бы. Да, это прям заеби. Блядь, ну цена, кстати, не дешёвая. Прям совсем. 300, сколько там сказал, 357 рублей. Ну вот это вот такая цена ради вот этой вот замечательной, великолепной карамели. Да. Ну то есть она вот обоснованно, знаешь, бывает как бы, действительно, ну да. Да, с учётом 0, сколько здесь? 0,33, да? Да, 0,33. Ну вот 0,33 такая цена, ну конечно много. Но, если мне что-то особенное, понимаешь? Ну с другой стороны, если сцена-то они дешёвые не бывают. Ну да. Ну чё, теперь переходим к Кёнигсу. Опа. Причём тут объём, видишь, что интересно? Тут, насколько я помню, 0,38 или 0,39 даже. Сейчас скажу. Я даже нихуя не вижу. А, 0,375. То есть тут побольше. Кстати, крышечку в твою коллекцию. Блядь, дох. Открывашка, пожалуйста, ставите на альбератор. Это просто больше пол, чтобы отжать его. Баклышечка. А где она? Нет, это не от крышки. А зелёная не... В этом и суть. Она прям уёбище, но она не гнёт крышки. В этом и суть. Я уже даже в одном из выпусков говорю, что, бля, она максимально уродская, но она единственное не гнёт крышки. Так, всё, хватит. Скинемся донат, и Андрюхин открывал. Да, пожалуйста. И на микофон. Микофон тоже. Так, ну что, пробуем. Кстати, у неё видишь, как-то здоровая крышка, нестандартная. Да, я заметил, что она очень гигантская. Интересно, они накладывают, вот им бутылки такие заказывают. Слушай, я думаю, они либо сами производят. Бутылки? Стекло дуют прям. Ну, как бы, ты чё, говоришь, это нормальное дело вполне. Это, ты чё, это нормально. Опа-па. Это не так сложно, как кажется. Сыркано, странно. Так, это в твою коллекцию. У тебя такая была? Гигантская крышка. Там у нас крышки не было. Слушай, идеальная крышечка. Что за вообще волшебная? Она такая ещё... Да, вот я говорю, что она типа... Она видишь какая? Типа, какая-то странная. Мягкая. Мне нравится. Так, разливай. Давай. Я пока поищу стоимость. Так, Кёнигс у нас стоил 279 рублей. Это у нас получается 0,375. Если пересчитывать там условно 0,5, то плюс-минус получается как раз 250 рублей за 0... А, нет, наоборот. Пересчитывать 0,33 получается 250 рублей примерно за 0,33. Тут я поставил 5 баллов, потому что разница там 2 рубля, она не особо критична. Но, как по мне, довольно интересно может получиться. Что, пробуем? Попадание в стиль? О! Вот это интересно. Тут уже больше кофейных в запах. Ну, в аромате. Сразу прям, сразу по первоку прям спиртозность ударила. Ну, по мне это не... Нет, я, кстати, спиртозность не почувствую. Ебать, тут 12,5 градусов. Вот, наверное, я это и почувствовал сразу. Да. Но я почувствовал такую жёлтку и плотность прям. Она даже, знаешь, не пробуя плотность чувствуется. Ну, да. Ох, матери божья. Ну, что, давай пробуем. Не, по мне спиртин, конечно, нормально дает. Да, блин, как коньячок, как этот. Так, смотри. В чём влажность? Нам нужно понять, алкоголь отдаёт алкашка чистая или он просто греющий. Это очень важно. Потому что они так-то и так сами все крепкие. Знаешь, на запах немножечко кажется, что алкашка. На самом деле, во вкусе не особо присутствует. Во вкусе больше подогревает. Она подогревает, да. Хочется сказать, что это прям такой, знаешь, самый классический, как будто бы имперский сталт. Да, да. Без всяких выпендрёжек, без всяких... Да, да, да. Карамели особенных, да, там. Этот... Без особой сладости. Да, без керамели, без копчёности. Да, да, да. Без всяких каких-то большой горечи. Классический имперский сталт. Ну, в запахе он не особо, если честно, ароматный. Вот я его пытаюсь пронюхать. В запахе как будто орехов еще каких-то есть. Любитые вот. Бля, ну в запахе алкашка что-то хуя. В запахе много алкашка. Ну, в другой стороне у нас стаканы, опять же, в бокалы, видишь, какие они у нас все-таки конуснообразные. Ну, да. Даже кисленько отдают где-то. Да, что-то есть, что-то есть. Да. Причем... Ну, кстати, довольно сбалансировано неплохо. Ну, пьет все равно хорошо. Оно больше как кофейное, либо как... Даже не горький шоколад. Нет, больше как кофе скорее. То есть, либо такой полусладкий шоколад и... Какая-то кофейность. Как, блин? Неплохо. Причем плотность хорошая, мне нравится. Вот так, знаешь, что-то даже особо как-то нечего по него сказать. Он просто хороший. Нет вауэффекта вообще. Вауэффекта нет, но он хороший, классический. И в целом вопросов не вызывает. Сколько нет цена? Нет, он стоит вообще офигенно. Он стоит 279 рублей. Считает 0,4 почти. Это хорошая цена. Мне кажется, не хватает немножко плотности. Но, в принципе, вот, когда думаешь об ломкиации, это что-то. Вот такое и есть. Да, вот именно. То есть, тут все такое больше водянистое. А вот тут, ну, как-то плотность не хватит. Плотность тут достаточно. Ну, что, у нас плотность 32. Вообще. Это причем, знаешь, интересно, что... Блядь, да ну нахер. По мне тоже тянет, на самом деле. Слушай, тянет, тянет. Плотники. Он прям плотник. Ну, это не смола, конечно, но... Ну, в сравнении, по крайней мере, с этими двумя батками, этот явно плотный. Причем, видишь, он даже переплевывает, допустим, ну, типа, вот, примерно и параметр 19-29. То есть, я бы все равно поставлю и за плотность единицу, потому что разница, она небольшая. Она даже хорошо, что она чуть больше. Я не против, что она больше. Тебе подлить еще? Ну вот. По EB-юшке у нас тут 60. Это попадание тоже. Так, по алкашке. Ну, алкашке уже дохуя, но ее дохуя на 0,5 больше всего. То есть, тоже вполне можно единицу ставить. Так, попадание в стиль. Вот, давай. Тут у нас трешка максимум. Да, попадание в стиль есть, явно. Да, попадание есть. То есть, мы подвещаем, что это самый такой классический имперский стал, пока что есть. Он, вот, там еще важно чувствовать. Мне нравится, что алкашка не выпирающая. Она в запахе есть. Мне кажется, это из-за бокалов, если честно. Ну, наверное, да. Вот. То есть, будь пошире чуть-чуть немножко, они, наверное, бы по-другому. Ну, он такой сбалансированный, плотненький. Слушай, хороший, хороший. Я бы, ну, скажем так, он несложный. Не сложный. Он не сложный. То есть, я при этом тут не особо-то чувствую каких-то, ну, как бы, понимаешь, в хороших имперциях всегда хорошо. Чувствуется вот эта фруктовая составляющая дополнительная слива или еще что-то. Тут я бы не сказал, что она прям вот уж очень... Мне не хватает сложности до вау-эффекта. То есть, он просто хорош, и все. Я бы двойку поставил за попадание в сель. Из трех? Из трех два я поставил бы. По мне, не хватает сложности. А это, наверное, два-два с половиной, ну, пусть будет два. Я просто для имперцев думаю, что все-таки там сложность важна. Поэтому, то есть, я поставлю тут два. Попадание в описании. Давай посмотрим, что они, в принципе, играют по описанию. Так, он отличается, то есть, они, как бы, у них идут, получается, у нас баррель 3, у них еще баррель 2, баррель 1 и так далее. Более ярко выраженной горечью, которая переходит после вкуса с шоколадом и кофе. Я бы не скажу, что он горький, если честно. Слегка есть горчиночка, но не ярко выраженная. Нет, не ярко выраженная горечь. Шоколад с кофе, да. Причем шоколад, он такой, знаешь, типа... Ну да, горчинка прям не ярко выраженная. Горчинка не ярко выраженная, да. Два из трех я поставил бы. Потому что шоколад и кофе отлично попадают, горчинки нет. Я думаю, что... Да, справедливо. Так, получается вот тут двоечку у нас. Все, окей. Так, взял бы еще раз? Я бы взял. Я бы взял, но как будто бы хочется что-то еще пыскать. Ты знаешь, чем прикол, что его... Он ничем не выделяется в этом проблема. Типа да. Да, то есть ты его не возьмешь, чтобы ты как бляща, кайфанули, перца, пизда, толкаются. Да, тут нет такого, что вал эффекта, поэтому... Нет, нет, да. То есть его можно взять, ничего плохого нет. Прям хороший, на самом деле, имперец прям добротный такой. Причем к Кемиксу многие скептически относятся, потому что они там делаются на батике, что-нибудь такие же. Типа, что они уже не крафт и так далее, да какая разница, крафт не крафт, но имперец достойный, прям достойный. Вот, я бы... Короче, давай так, он достойный, но попадания сердечка нет. Попадания сердечка точно нет, я думаю, даже не будет попадания в душ, и можно с меру 0 сразу вставить, поэтому... Я думаю, что давайте вот так, его взять-то можем, чего его не взять-то? Но мы бы просто, скорее всего, не взяли еще раз. Так, ну что? Я уже накидался нормально. Да, мне тоже повело, на самом деле. Я сижу такой, типа, у меня такой хорошо. Причем согревающе, я люблю перца, хватит к себе, что такое, типа... Вам осталось две туда делать. Да, давай, короче, Джоусс, это у нас Вова называется, Вова, давай, разливай. А большие довольные одежды, да? На самом деле, да, у меня тоже на Вову большие довольные одежды. Че он нас стоит, Вова? Джоусс, последнее время, радует прям. Давай, с вами какими-то... Тебе вот такой еды, крюшечки? Все получается, но ты Вова, она 5, Владимир, да? Да. А литр кто? В... Короче, знаешь, что за тему увидел? Берешь бирдекль, покупаешься зону магнитики маленькие, клеишь на бирдекль. Такие прям есть магнитики, а сразу с клеем. Клеишь на бирдекль и херасишь на холодильник. Тема. Блять. Вообще тема. Ну, у тебя холодильника не хватит. Сколько мы напиздили на бирдекиле? Много, но... Не напиздили, а надо разрешили взять? Надо намутить такое. Нам разрешили взять, конечно. Да, всегда разрешают. Со стены. Это надо, короче, иметь гараж и внутреннюю стену захуярить. Да-да-да. Такую же тему, наверное, манаски. Я вот хочу дачу иметь. И там большой кабинет у меня будет огромный, блять. И вот там будет все в этих бирдекилях, там будет кальяны стоять, бухло, холодильник. И конфет столько, сколько конфет вы тоже. Да. Бассейн, сколько вы это не. Так. Все, давай, наливай. Что у нас стоит Вова? Так, Вова у нас стоит... Вова бесценен, конечно, на самом деле. 386 рублей. Ну это, я так понимаю, это тоже не миточка от Джойс, да? Нет, не миточка, это постоянно. Постоянно? Да. Я такого особо не видел даже. Нет, насколько я помню, что это постоянно, я его частенько вижу. Так, ну что? Оцениваем. Ох, ебать. Это интересно. Из бутылки, знаешь, как пахло? Как альфакер мультифрутовый. Я тебе отвечаю. Это алкаш, короче, в нос не бьет. Нет, вообще нет. Но сладостей по-любому будет много. Я прям чую через запах, что будет... Сладостей будет много, какие-то сразу же фрукты чувствуются. Фрукты, блин, да, фрукты сразу чувствуются в запахе. Как будто оттенок немножечко какой-то такой... Не прям очень вкусный, как будто чуть-чуть завтренький, такую капельку. Ну, кстати, да, у нас получается... Есть такой пища. Когда у нас произвелся-то суши, он так-то нормальный, ему год. Год уже? Да. Но у него же... Может, поэтому? Ну, он с свободности 5 лет. Ага. То есть, ну, у него перца долгий с свободности. Ему даже больше, год и 3 месяца. Может, выдержаться просто уже. Кстати, это хорошо. Причем, учитывая то, что чем дольше стоит им перец, тем у него, в принципе, вкусы вот эти вот, что шоколад, что всякий... Ну, по сути, все вкусы у него, они немножко сглаживаются. А они настолько яркие становятся. Чем дольше, тем вот такой. Ну, что, я пробую, прям интерес стал. Ну, смотри, плохо съедно не есть прям вот такой. Ох, ебать, он спиртяжный. Вот он прям спиртяжный. Ой, да. И причем тут 10. Понимаешь, меньше. Ну, прям... Ох, ебать. Вот это неприятно. На. Вот это прям... Алкашка неприятная. Алкашка есть, но на посвкусие прикольные вот такие вот сухие фрукты. Ну, спирт, ну, как, без. Да, да. Спиртяжка прям знатная. Попробуй. Ну, да. Он даже во вкусе, причем, он должен как-то... Она сильно слишком, сильная алкашка. Алкашка. Парни пахнет грибами. И сейчас этот чувак, который снимался там в Сонике, бля, который грибы жрет постоянно. Не забывайте. Владимир, ебифанцы. Да, ебифанцы, потому что грибы любит. Ну, как же, да. Да, пусть вроде там, прям, спиртяжный. Тоже мукоморую? Ну, слушай, я, наверное, сразу честно скажу, что это вот то, что я не особо люблю в имперских стаутах. То есть, много очень спиртяжки, алкашки. И как-то, как будто бы она перебивает все его достоинства. То есть, есть на послевкусие какие-то интересные фруктики. Он сутковат. Но по факту спиртяжка все равно все перебивает с собой. Спиртяжки много. Причем очень много. Поэтому прям реально сложно как-то его судить. Ну, типа, если бы... Она так мешает. Смотри, да, если бы я такой взял бы, я бы прям выпил бы его первым. И очень надеялся бы, что он побыстрее прям закончится, чтобы его уже выпить, а сесть немножечко и дальше попить хорошие знатные какие-нибудь стауты и еще что-нибудь. Ну вот, то есть... У него очень хорошая плотность. У него очень высокая плотность, ну, как по мне. Но при этом алкашка перебивает все соли достоинства, прям однозначно. И он вообще дико несбалансированный. Как-то да, да. Потому что вот эта история, вот это прям баланс. Да, давай почитаем описание. И потом поставим... Ну, что-то я попадаю не в силе, я думаю, что он прям получит. По полной. Массивный перский стаут с густым вкусом эспрессо и горького шоколада. Ну, тут есть эта горечь. Да, она есть. Несколько месяцев проросла в заточении дубовых бочек из-под бурбона. Вот почему алкашка, видимо, так выпирает. Ну-ка. Когда появилось слово бурбон, захотелось попробовать еще раз. Ну, слушай, бочка из-под бурбона не даст тебе алкоголь. Может, это бочка грибарами пахнет? Типа древесом. Может быть. Может быть. Мне нравится его смолистость. Вот эта вот. Нажористость. Нажористость с него пиздец. Он прям очень нажористостый. Ну, кстати, в основном, я заметил, что имперцы, которые нажористые, они в основном спиртозные. По факту. Как будто бы... В этом и проблема, что они должны быть сбалансированы все равно. То есть, вот идеал это баланс. Вот. Так, выдержка пошла на поле, смягчив вкус, добавив ему деликатную мягкость ванили и кокоса. Нет, не ванили, не кокоса. Что-то ванили и кокоса не почувствовал. Да. Ванили может быть, ванили может быть, а кокос точно нет. Что-то... Не, ванили может быть. Ванили может чуть чувствуется. Блин, ты бы ее не чувствовал, если бы не знал описание. Да, правда. Ну, вот она где-то там чуть-чуть так на долине имеется. Блин, сложно. Но я бы поставил... Еще раз, смотри. По описанию я бы, наверное... Эспрессо есть, горький шоколад есть. Я бы поставил полтора за описание и Зеницу за попадание. Да, давай. Мне кажется, попадание, потому что он не сбалансированный. Нет, прям попадание точно нет. А, ручка кончилась. А, нет, не кончилась. И тут двоечку. Вот. Что-то как бы... Ты взял бы еще раз? Я бы не взял сейчас. Нет, не взял бы. Я бы точно не взял бы. Мне нравится вот именно его смолистость. Я люблю такие прям плотные засранцев, но... Я про эту плотность говорил. Ну, а, кстати, мы же не поставили оценки-то, блин, за плотность, за все остальное. А у кого-то 10,5, это, конечно, единица. Плотность 26, это у нас тоже единица. И, кстати, плотность меньше, чем тут. Удивительно. Удивительно. Но, видимо... Я бы вот взял, он какой-то такой прикольный. Там... Скрипы. Я думаю, плотность высокая за счет выдержки, на самом деле. Ну, он сложный. Он год стоял. Он год стоял. Я думаю, там еще важно то, что как бы он очень долго стоял. И, возможно, какие-то солода используются определенные. Не знаю, честно. Реально. От грибов до кофе и ванили можно не почувствовать. Так. И что у нас? IBU, IBU-то есть ее, прошу мать? Опять нету. IBU-то, походу, нет, пацаны. Да, IBU, нет. Значит, 0.5. Так. Так, окей. Ну, взял бы, не взял бы. Нет. 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 Но, тут как бы на любителя, скорее всего. Наверное, на любителя, да. Но, я просто действительно такое не особо люблю. Переходим к Велке. Давай. Давай. Я достал последний бутылочек, который там, почему-то заряжает своей энергией. Потому что дизайн супер, божественный. А давай мы вот это, ну, посерединке ее ставим в итоге, да? Велка Морал. Серединке влево поставил. Ну, она такая. Не совсем не слила. Нет, это сливка офигенный дизайн. Это причем новинка. Их, она прям новенькая. Я пробовал Велку. Короче, вы, наверное, увидите все равно, но будет так-то. Да, да. Мы еще поставлю. Короче, красивая. Красивая бутылка прям атмосферная. Короче, я уже, наверное, я уже говорил, по-моему, до этого, что им перцев и Велки, ну, у них же обычные фишки. Ну, и ладно. Короче, возьмешь бутылку себе? Конечно. Велки, короче, я пробовал первый раз им перца в дом, в котором. Это на чистых прудах бар. Прямо я просто такой подхожу к баруну и говорю, я хочу какую-нибудь хорошую им перца. Он такой, есть Велка такой, наливает. Это причем не это была, другая была история. Но мне, вроде, безумно понравилось. Прям им перцы... И причем чувак один, если ты смотришь, в телеге написал, что, скорее всего, выиграет Велка. Сейчас проверим. Да, интересно, интересно. Короче, что стоит Велка? Велка стоит 298 рублей с 0,3. Дешевле, чем, кстати, Джоус. В принципе, неплохая цена за 0,33. О, он очень мягонько пахнет. Очень приятно. Да, пахнет мягко. Спирта нету. Сладость, причем многогранность вкусов есть. Ванилька какая-то небольшая, как будто есть ли цветы, или что-то такое. Ну, вот что-то ванильное. Опа. Смотри, алкоголь по первому глотку прям идеально ложится. Нет спирта. Немножко сладковатый. Прямо как будто плотность недостаточно, что ли. Нормально. Мне нравится, короче, какая есть при глотке. Горчинка. Она очень легкая. Легкая перчинка даже, я бы сказал, да? То есть, она так немножечко прям колет. Колет. И вот это очень прикольно. Ну, короче, это явно... У нас сладенько. Причем умеренно сладко. Очень приятно. Борхотисто, как и должно быть при этом попадание. Это не смолисто, но при этом это не сильно водянисто. Это достаточно. При этом алкоголь такой, знаешь, согревающий зимой. Немножко щипет язык. При этом нету дикого спирта. Прям очень приятно сбалансированная алкашка. Прям очень приятно сбалансированная. В общем, это прям отличный бутылок. Слушай. Она прям явно... И явно, как по мне, лучше, чем вот эта вот. Намного. На голову. Так что она стоит, чем Джойс. Она не смолистая. Джойс, у них упор в том, что она прям вот нефть. Она такая прям вот такая. Но тут прям балансик. Балансик. Вот как раз вот Джойс стоит что-то. Ну, прям попробуй. Мне очень нравится некая терпкость. Был вот сейчас Джойс, да. Тут прикольно, что тут много равных вкусов. Как знаешь, как в хороших духах. Не, ну Джойс сразу, да. Я не люблю вот это. Очень много спиртозности. Как-то вот он настолько всё перебивает. А вот здесь как раз его ровно столько нужно. Причём очень интересно ещё, что... Они очень похожи на хорошие духи. Хорошие духи имеют несколько слоёв. То есть ты пшикнулся. Ты сначала чувствуешь первый запах. Потом в течение дня чувствуешь второй запах. И потом третий. И тут прикольно. Ты пробуешь. Сладкая какая-то ваниль как будто. Какие-то сухофрукты есть. Причём, знаешь, салатость как будто не сахарная. А как будто фруктовая. Как фруктоза, как от фруктов полученная. Да. Потому что если добавляешь классический сахар, да, то есть он чувствуется как будто, когда жёлк сильный, сахар образуется. Чё скажешь? Здорово, сложно. Но это не совсем то, что ожидает им перца. Не знаю. А по-моему, наоборот. Если отходишь с первым перца взять, то явно вот здесь ты не обломаешься. Ну, как я исполю. Мне кажется, точно. Блин, это прям очень хорошо. А почему точно не будет? Причём чувствуется, знаешь, если сладкий вкус разбирать, чувствуется как будто то ли слива, то ли что-то такое. Типа не сушёное, не изюм, не сухофрукт, а именно как будто какое-то свежее прям пиво, да, как будто. Ну, то есть вам понятно, что он свежесваренный относительно ему там месяца два всего. Вот. Но оно прям очень хорошо. Свежее посоли. Бля, это прям охуенно. Давай перейдём к описанию сразу. Да, давай к описанию. Пока. Так, смотрим. Каски. Каски. Не утихли. Ароматный, тягучий, имперский стаус с насыщенным салоновым букетом, с нотами черносливы и финики. Вот они. Есть она, да. Финики реально есть. Миласы горького шоколада и кофе слабые обжарки, а именно не яркого кофе. И лёгким оттенком ванили. Бля, про ванили как раз и говорили. Да, да. Это прям при попадании тоже есть. Трёшку. Трёшку ставь в описание. Причём описание попадания, наверное, всё-таки самый лучший из всех, который до этого был. Да, абсолютно. Поэтому я бы трёшку поставил. Так, давай-ка... Давай-ка... Чё у нас тут по... Ты чё скажешь вообще? Безусловно, здорово, но джавс, как ни странно, мне понравилось всё равно больше. Ты просто, блядь, старая алкаша. А ещё меня назови. 28. Это у нас плотность. Попадание это единичка. Так. Что ж. Он даже можно по языку покатать. Её спиртику вообще не отдавит. Его можно подтягивать сидеть, кайфовать. Да, прям реально. Прям очень приятно. Просто вот этот, мне кажется, Magic, он прикольный тупо. Он тупо прикольного выпить, его быстро можно выпить. А это можно прям сидеть, сидеть, кайфовать. Да, это прям... А какой 10,3? Это тоже единичка. И чё-то, мне кажется, IBU сейчас не будет. Ни хрена, как обычно. Да, чё-то у них, походу, IBU-шки нету. Да, IBU нет. Ну, что, опять. Так. По стилю. Давай, самое интересное, по стилю. Давай ещё под нанести. Да, потому что... Да, пожалуй, есть. Но, опять же, насколько большое. Тут мне нравится чё? Мне нравится баланс. Однозначно. Баланс очень хороший. Нам чё надо отстилим? Шоколад, кофе. Шоколад, кстати, ну, тут он как бы молочный даже, не горький. Ну, больше. Мне кажется, что-то от тёмных берегиц тут есть. От квадрюкелей. Ну, что-то такое. Чё-то есть, чё-то есть. Алкашка умеренная, у них тоже умеренная. Чё-то есть, чё-то есть такое. Слушай, я бы, наверное, поставил... Вот, судя... Ну, окей. Сухофрукты есть, шоколад есть, он только вот не горький, скорее. Мне кажется, горечь даёт именно... То есть непонятно, что даёт горечь. Либо горький шоколад, либо кофе. Хотя они говорят, что кофе у них наоборот мягкий, но горький шоколад. Ну, я думаю, разница особая нет. Давай ставить 2,5 просто. Вот. Я сейчас тоже думаю. Потому что трёхки не дотягивает. То 2,5. 2,5, да. Так. Ну чё, попадание в душу. Давай. Ну, короче, я примерно понимаю, как будет. Значит, я думаю, что будет очень справедливо, если ты отдашь своё попадание в душу. Велки. Велки, да. Чуваками идут из-за швак. Я отдам Нотариусу, потому что, во-первых... Блин, да я люблю Нотариуса. У меня даже есть записанный на кассете. Вот. Это вообще невероятное приключение послушать Нотариуса. Абсолютно с кассеты именно. Абсолютно точно взял бы. И плюс Нотариус. Такой карамель я не пробовал нигде. Мне напомнилось с первого запаха прям. С первого запаха я сказал, вау, вот это круто. Поэтому я, конечно, точно отдам, да. Так. Точно отдам. Итак. Мы подвели итоги. Что у нас получается? По 10 баллов получает Magic Mass и Джоус. Мова. Твой любимый Magic Mass. Мэджик красавчики, на самом деле. Да, красавчики. Да, не попадание в стиль, но красавчики вообще. Очень прикольно. Если можно было бы дать 2 за попадание в душу, я бы дал 2. Мне кажется, если бы было бы чуть побольше плотности, чуть побольше кофе и шоколада, они получили бы больше. Они просто получили больше за попадание в стиль. Думаю, да. Дальше получается Augustine. Идет у нас 11 баллов. Чисто по цене охрененно. Просто прям очень хорошо. За свою цену прям топчик. Дальше у нас идет, получается, Königs. Баррел 3. Баррел 3. Баррел 3. 12 баллов. Хороший им перец. Соответственно, никаких претензий к нему нет. Но не хватает эксклюзивности. И 13 баллов у нас получает Welcome Rau. Очень прикольно, что она была последней. Да. Как бы на финал. Прям. Обошла на финише. Но она очень интересная. Крутая, да. Наверное, из всех 5 бутылок, что мы выпили, наверное, она действительно самая интересная и самая клевая. Да. Вот чем Welcome отличается с остальных. Это чисто попробовать зайти в бюджетку с имперцем хорошо. Это придумать что-то прям очень интересное и необычное. Вот это мы хотим сделать просто охрененного имперца хорошего, который попадает в стиль. Попадает в стиль. Все хорошо, но не хватает интересности. Это мы изъебнемся, сделаем в дубовых бочках. Вот. Для настоящих мужиков. Ну вот тип того. С алкашечкой вот это все. А вот это, это просто и просто без выебонов, да. Но при этом полностью соблюдают синистику. И при этом есть свой стиль такой определенный, да. Там с сухофруктами, идеальный баланс. То есть тут прям заморочились. То есть тут нету Magic Mass'а с карамелью. Тут вот скорее вот эта вот история, доведенная до абсолюта. Вот как-то так по мне. Ну, пожалуй, да. Ну, то есть алка здесь явный был победителем. Это было очевидно с первого отка. И угадал чувак из телеги. Да, интересно. Да. Ну, блин, он, видимо, пробовал. Не знаю, может, не пробовал. Чувак из телеги есть, ты пробовал, напиши в комментах. Если вся эта история нравится, если нравится, так сказать, соревнования, подписывайтесь, ставьте лайк, прожимайте, там, я не знаю, кулакол, что там еще нажимают. Вот. Кто-то что-то из этого пробовал, пишите в комменты. Ты что, придешь на вторых имперцев? На вторых имперцев еще будут вторые имперцы? Имперцев будет много еще. Сомневаюсь, мы все такие рабочие, занятые люди. Да, они. Мы же профессионалы. Да, профессионалы своего дела. Ну, куда-нибудь мы точно увидимся. Да. Все, всем пока. Посты. Ну, давай.